Друзья, у нас действительно очень приятный для нас гость Маша Ефросинина. Мы ее рады видеть, тем более, что тема такая, что действительно приятно будет поговорить. В эти тяжелые дни приятно какие-то такие светлые лучики надежды получать. Маша проводит уже вторую благотворительную встречу для женщин, называется Charity Weekend. Верно. Вау, Charity Weekend. Я вчера вот старался это все выговорить. Для начала я бы хотел более подробно выяснить, я не ваша целевая группа, мне позволительно не знать. Итак, что такое Charity Weekend? Более подробно. Мне кажется, что если мы разовьемся до больших масштабов, вы будете очень нашей целевой группой, потому что мы собираемся сконцентрировать вообще лучших и продвинутых женщин на этом мероприятии. Юля, я вас лично приглашаю. Я бы хотела читать и комментарии, и виды какие-то проценты. Хотя билет придется купить, потому что мероприятие благотворительное. Мы собираем все абсолютно деньги от продажи билетов, отдаем детям. Но поскольку я говорю, что купить, я совершенно точно ручаюсь и за то, что мы это делаем не зря. Мы для женщин устраиваем такие мероприятия, в которых их, ну, как скажем, немножко отвлекаем от действительно очень сложных будней. Ужасно сложных, мрачных, грустных, тоскливых будней. Мы предлагаем им окунуться на несколько часов в саморазвитие. Мы рассказываем и показываем какие-то мастер-классы. Мы делаем культурные мероприятия. Мы их обучаем, развиваем. Все, в общем-то, вокруг актуальной женской тематики. Вот в ближайшие выходные, в воскресенье 22 числа, я буду делать первое публичное интервью с моей коллегой, с вашей коллегой Катей Асачей. Приглашаются все желающие послушать это интервью. Катя дает их редко, задать самим вопросы, а затем послушать еще мастер-класс очень большого специалиста в теме женской карьеры. То есть мне кажется, что проведя 3-4 часа в воскресенье для себя, современной женщине, это крайне необходимо. Необхивно. Тем более, что она может еще и деткам помочь. Я опять, прошу прощения, задам последний, наверное, мужской вопрос. Мне просто интересно... Потом будут женские, Антон, не пугайте меня. Юля, дело в том, что Катя Асачья, она достаточно уникальный случай. Она построила свою карьеру в достаточно узкой сфере. Не все ваши слушательницы смогут принять ее полезные советы, потому что, допустим, в работе бухгалтера завода не все рекомендации Кати Асачьи можно применить. Почему выбор был именно такого спикера? Ой, вы знаете, Антон, готова спорить. Потому что тут я как раз не разделяю на специальности бухгалтер, там, продавец, телеведущая и так далее. Это прежде всего женщина. Зная Кате уже 10 лет, я вам хочу сказать, что я, в общем-то, никогда не страдала отсутствием трудоголизма или ленью. Мне приходилось каждый день в течение 5 лет вставать на подобный эфир. В общем, я как-то могла похвастаться тем, что я выносливый человек. Но Катя, работающая по 20 часов в сутки, по 20, ребята, в разных часовых поясах, в разных настроениях, состояниях и, в общем-то, еще и с должным, так сказать, правилом поведения, это невероятная трудоспособность, невероятная выносливость. И вот мне как раз интересно показать и продавщице, и бухгалтеру и так далее, что женщина способна оставаться женщиной, а я знаю, что Катя великолепная мама, даже при таких серьезных затратах своего времени на работу. Дело не в специальностях здесь, дело в умении совмещать. Еще раз с всем женщинам, что они в первую очередь женщины. Мария, ну вот это же благодейная встреча, она уже другая. Да. По рахунку. Чи сбільшилось кільки женок, которые хотят потрапить вот уже на эту другую? Можливо, они были, например, первого раза и хотят прийти уже другого. Чи взагалі стало их більше? Да, их стало больше, я очень радуюсь этому. Ну, хотя все еще присматриваются. Вторую, как вы знаете, проводить намного сложнее, потому что на первую есть какая-то эйфория, новизны. И тем более я там делилась своими самыми сокровенными секретами. Я была первым спикером нашей встречи и рассказывала о том, как сказать, что была серьезной частью моей жизни на протяжении 15 лет, моей борьбой за собственное здоровье женское. Вот на второй больше внимания посмотреть, прийти, сравнить, наверное. Плюс Катя невероятно вызывает тоже сейчас интерес. Соответственно, я думаю, что мы сейчас посмотрим, на какой мы этап вышли, и затем будем развивать именно исходя из потреб... Ну, как сказать, это нельзя говорить потребительский интерес. Интерес женщины к тематике. Их стало больше, я очень рада. Еще пьедутся кошти. Ну, то, зрозуміло, що ця зустріч благодійна. Куди саме? Каждый раз мы помогаем остро нуждающемуся детскому дому. То есть мы в прошлый раз закрыли очень много проблем в Дружковском детском доме и в Краматорском Антошке. В этот раз мы будем помогать Сирюпинскому детскому дому-интернату. В общем-то, все дети сироты, дети брошенные, никому не нужные. Соответственно, у них очень много проблем. В Сирюпинске еще и детки все с особенностями развития, поэтому там нужна реабилитационная комнатка, где сейчас лежит вот такой небольшой коврик и еще такой мат. Я помню, у меня такие в школе были в спортивном зале. А этим деткам с ДЦП, ну они практически все колясочники, им нужно очень много тренажеров от самых элементарных для развития ручек до более серьезных, которые вообще хоть как-то будут поддерживать их жизнедеятельность. Деток таких много, поэтому нам есть чем заняться. Я опять не могу утерпеть. Маш, раньше давно занимаешься благотворительностью, но раньше старалась это не афишировать. Я помню, что в принципе это так, если где-то и всплывало, то так легкими слухами, что перестало хватать сил, что произошло, что начали делать публично. Антон, вы еще деликатно со мной разговариваете. Многие мне вообще вменяют, что это какой-то такой пиар. Я и к этому, собственно, готова. Я недавно наконец-то услышала фразу, не помню у кого, которая точно помогает мне сформулировать. Одной из известных женщин, правда забыла, она сказала, что популярность – это наша арендная плата на этой земле собственно за то, что нам дается. Раз мы становимся публичными людьми, раз нас начинают слушать, доверять, интересоваться тем, что мы делаем и как мы живем, нам нужно за это, по-хорошему поймите, платить на этой земле. Каждый из нас это делал в частном порядке. И я всегда так считала, что мы должны помогать, нам дается для этого возможность. Но сейчас, когда масштабы этой катастрофы настолько велики, я поняла, что я частным образом не справляюсь. Я не могу постоянно бегать у всех, просить, собирать, активизировать. И я поняла, что, наверное, 15 лет я работала не зря. У меня появилась своя аудитория, у меня появились люди, которые мне доверяют. И, вы знаете, самое интересное в этом всем, это не, даже не, как вам сказать, не то, что ты делаешь что-то публично, помогаешь детям. Я помогала и буду, и надеюсь, что много людей ко мне будут присоединяться, а ответственность, которую ты за это несешь. Скорее всего, это та самая опасная сторона медали, почему многие не отваживаются об этом заявлять. До якої, естественно, також потребно быть готовым. Конечно. Ответственность и доверие – это очень зыбкая штука, Женя. В таком разі мы вам обожаем терпение, мы обожаем, чтобы ваш благодейный встречь пройшла какомога лучше, чтобы мы могли еще больше сплотить наших женщин, возможно, дать им какую-то надежду однозначно. Да, для этого мы и делаем. Потому что, наверное, только женщину энергетику можно врятовать абсолютно все. Приходите, я буду очень вам рада. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Спасибо, гостя нашего сьогоднего прямого эфира на СТВ. Мы продолжим нашу программу.